Переносимся в Москву. Там тоже, между прочим, конфликт, тоже дорожная ситуация, но куда более трагичная, куда более драматичная. Обо всем по порядку. В районе Люблино там драка из-за парковки. Закончилась поножовщиной и смертью мотоциклиста. 25-летний Кирилл Ковалев сделал замечание 21-летнему Шахину Абасову. Мол, тот в своей Camry, Toyota, перегородил подъезд. До этого водителю уже делали замечание и уже снимали на камеру. Я вас снимаю. Я вас в YouTube буду укладывать. Вот подъезд жилого дома. Вот машина. Вот красавчик стоит. Между мотоциклистом и водителем Toyota началась драка. Абасов ударил Ковалева ножом несколько раз. Потом выяснилось, что мотоциклист приехал, как оказалось, на улицу Краснодарскую к своей невесте. И он погиб от ножевого ранения. Фактически у нее на руках. Вызвали скорую. Спасти его не успели. В больнице уже наступила клиническая смерть. Преступник скрылся с места преступления. Притом в компании своих друзей. В Москве объявили план перехват. Искали черную BMW. Оповестили все аэропорты и вокзалы. Опасались того, что Абасов может уехать из страны. По делу об убийстве в итоге задержали отца и друга подозреваемого. Об этом пишет столичный главка следственного комитета. Следователи проводят обыски по месту жительства. Мужчины его фото загрузили в систему распознавания лиц. По данным прокуратуры обнаружена и вторая машина, на которой скрывался убийца. Это, судя по всему, были «Жигули». Сергей Слонян, журналист с нами на связи. Сергей, здравствуй. Мне эта ситуация напомнила, честно говоря, то, что происходило в 2013 году в Бирюлево. Там была похожая ситуация. Правда, там она была связана с девушкой, с изнасилованием. И тоже был замешан человек, который приезжий, мигрант. Ну, вот здесь ситуация, как мне кажется, чем-то похожа. Но тогда был мощный народный исход, тогда был очень большой подъем правых националистических сил и движений. Будет ли в этот раз что-то подобное, особенно учитывая, что все это проходит на фоне неимоверного всплеска ксенофобии после теракта в Столичном Крокусе? Сереж, тебе слово. На самом деле аналогия абсолютно справедливая, потому что вот это убийство Архана Зейналова. Архан Зейналов убийца, азербайджанец. Он зарезал Егора Щербакова. История имела совершенно фантастические последствия, потому что в результате рвануло так, что нужно было вводить войска в Бирюлево. И после того, когда фантасты снимали уже боевики на тему захвата космическими кораблями куска планеты Земля, то как раз практически в соседнем районе все это снималось, поскольку уж если выбирать место, где народ готов дать отпор, то это как раз где-то вот здесь, в этом самом районе. И вот то убийство, оно было в совершенно другой стране. Еще тогда был жив, если я ошибаюсь, тесак. Еще тогда отголоски движения скинхедов и тогда еще различные легальные способы российского проявления самосознания в виде русского марша дозволялись и были легитимными. И тогда при всеобщей ненависти к муцульманам в России, к чеченцам в России, азербайджанец, который устроил эту резню, он спровоцировал и сфокусировал вот все то, что накопилось, и поэтому получилось настолько резонансно и настолько страшно. Но тогда еще люди позволяли себе это. И сейчас, когда возникает вопрос, вот это практически повторение, опять-таки азербайджанец, опять-таки зарезанный удар в нож, и вот эта вот легкость, с которой люди, чувствуя себя здесь оккупантами, властью, силой, за нож хватаются сразу. То есть это даже не повод поконфликтовать и повыяснять что-то, это просто сразу такая точка конкретная. Вот я прав и все, поэтому вот тебе ножом удар. И тогда общество было другим, а сейчас оно похлопает глазками, оно примет это как еще одну потерю, было столько, стало меньше, и не сделает ничего. Потому что теперь право на насилие уже полностью в руках только государство. Государство не позволяет никому и никак, ни по какому поводу, в принципе, ничего. Неважно, это хорошее или плохое, тем более, что здесь, понятно, ничего хорошего ждать не приходится. Потому что если мы, в принципе, отмотаем еще историческую ленту назад, мы помним, как, например, на Манежной площади был разгром, когда футбольные фанаты остались недовольны результатами матча. И тогда ОМОН ничего не смог с ними сделать. Это было тоже, ну вот в том предыдущем десятилетии. Этот эпизод всего-навсего народного бунта, не имеющего под собой никакой причины, подоплеки и, в принципе, последствий, он тоже остался эпизодом неизученным, но, по крайней мере, замеченным. Потому что не так уж часто бывает, что фанаты громят Москву, да еще тем более практически в соседней подворотне от Красной площади. Но это разговор о том, как выглядело общество в те времена. Оно было кардинально другим. А сейчас, ну, после вот этой такой официальной, очень серьезной, очень массовой, очень удачливой чеченизации России, конечно, это не добавляет любви, это никак не скрадывает межконфессиональные, очень острые противоречия, но это не даст никакого результата. Промолчат, согласятся с тем, что, ну, вот, видимо, теперь уже так, потому что боязни стало больше, чем удали. И вот когда, в принципе, мы помним, что была еще такая категория людей, как скинхеды, у социологов был вопрос, скинхеды в кого вырастают, куда эти люди идут. Вот когда ты в юности скинхед, когда ты пытаешься там любого армянина, азербайджанца как-то поставить на место и продемонстрировать над собой, на собственное православство над ним, после того, как ты чуть-чуть вырос и хотя бы минимально поумнел, куда ты идешь. И выяснилось, что в милицию. Вот эта категория людей, таких вот чрезвычайно резвых, она уходила дальше совершать свои преступления, но уже в погонах. Это к разговору о заводном апельсине, который лишний раз находит тому свое подтверждение. Но это было в предыдущем обществе. Сейчас, когда мы последний раз слышали о скинхедах, то, что по деревням не любят, то, что по дальним закоулкам России так или иначе выясняют межэтнические, межконфессиональные отношения, ну, собственно, это во все времена было. Но сейчас, когда власть придавила без разбора абсолютно всех и сразу своими проблемами, своей войной, своим кризисом, своими трудностями, оттуда уже снизу не доносится ничего. Милиция, естественно, полиция, ну, сейчас она изобразит некие оперативные действия. Вполне возможно, что даже поймают этого персонажа. Ну, на этом все. И дальше у власти стандартная задача. Неважно, что происходит, праздник или горе, эти люди должны быть покорными и молчаливыми. А они будут покорными и молчаливыми. Им будет разрешено только, если надо, выйти 9 мая, чтобы отметить какую-нибудь очередную победу в нынешней или войне, в любой другой предыдущей. Все. Больше ничего. Поэтому мы можем только через какое-то время попытаться где-то в статистике и в упоминаниях прессы и в Тик-Токе найти косвенные последствия, когда где-то были какие-то разборки, проведенные с особым ожесточением, и где повод для этого конфликта был высосан из пальца. То есть не нужно было никого резать, никто никому не наступил на ногу, просто по этническому признаку. Что называется, лицом не вышел. И за это получил уже от толпы людей или от одного какого-то отдельного очень крепкого парня, который перед этим, условно говоря, с СВО пришел. Но видя, как именно серьезно и очень мощно общество теперь уже закатано под асфальт, здесь власть может быть абсолютно спокойна. Последствий у этого события не будет, ну, кроме вот бухтения в соцсетях. Интересно. А как ты думаешь, может ли власть и Путин как-то наоборот использовать это в своих интересах? Такое ощущение, что Путин везунчик. Он в последнее время как-то научился любого черного лебедя запрягать в тележку свою и ехать еще быстрее, еще веселее скакать вперед или вниз куда-то в ад. Вот что может быть с этой историей, с этой ситуацией, как она может быть использована и трактована властями? Потому что мы слышим все больше, да, и призывов больше проверять мигрантов и в некоторых регионах, ограничивают их работу во многих областях и сферах. Ну, в общем, интересно понять, что вот тут можно сделать. Это ситуация мгновенного действия. Если какой-то сценарий был, залежался, его нужно было реализовать, то вот теперь уже есть полнейшая поддержка народа, потому что все, что ты не сделаешь на знамени, написав, что ты решаешь проблему отмщения конкретно убитого 24-летнего мотоциклиста, будет встречено с пониманием, одобрением, вне зависимости от того, что это произошло. Но российская власть, она выстроена по образу и подобию Путина, а Путин никогда ни к чему не готов. У него не то, что небыстрая реакция, у него вообще, в принципе, мыслительный процесс очень сложный. Поэтому, когда у него утонула подводная лодка, он тоже развел руками, не знал, что сказать, потому что у него пока в этот момент мыслей не было никаких, хотя уже пора бы было им появиться, хотя бы исходя из того, что мораль человека позволяет ему всегда сострадать, а не просто разводить руками. И вот правительство, когда, например, или законодатель собирается привести какую-нибудь норму права в действительность российской жизни, она обычно откладывает ее ратификацию, и закон подписывается, и всегда ремарка. Вступление в законную силу через полгода. Чтобы к тому моменту, когда это уже станет повседневностью, все забыли и не помнили о чем-то, ну просто жизнь чуть-чуть изменилась. Поэтому все, что в России происходит, вот прямо сейчас очень быстро взять, подхватить, направить в нужное русло и доиграть эту партию как-то в свою пользу, конечно же нет. Для этого нужно будет очень серьезно готовить, но а что, собственно, готовить, когда у тебя после крокуса, когда ты с одной стороны говоришь всем, что это Украина, а с другой стороны понятно, что это ИГИЛ, так или иначе уже задержанное послесловие, которое будет только-только сейчас раскручиваться, и где-то к осени, вот тогда уже будут какие-то конкретные, продуманные шаги, когда полиция наваливается на мигрантов, когда их, например, бьют, когда их арестовывают или когда их расстреливают за сараем целыми автобусами. Но это будет потом. И сейчас то, что произошло, могло вызвать реакцию у людей. Но люди единственное, что умеют, в состоянии, и все, что они себе позволяют, это снимать на камеру. Больше ничего. Поэтому вот именно сейчас, на коротке, быстро, мгновенно, по справедливости, не среагирует никто, ни власть, ни люди. Людям это не позволено, власть этого не умеет. Через полгода мы не получим довеска в виде каких-то законодательных, репрессивных последствий и документов, именно исходя из этой ситуации. В целом был крокус, после него началась полномерная работа, еще туда где-то, может быть, чуть-чуть скромным очень довеском ложится это убийство, но никак абсолютно не меняет картину. То есть вот эта трагедия конкретно человека, погибшего только что сегодня, без какого бы то ни было послесловия. Субтитры создавал DimaTorzok